Авторы обращения напомнили, что в Курганской области проживают представители многих национальностей и религий, и наша общая цель – противостоять попыткам поссорить их. 3 сентября в России проводился День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, которые в 2004 году произошли в северо-осетинском городе Беслан. В этот день мы также вспоминаем жертв терактов в Москве, Волгодонске, Волгограде, Чечне, Ингушетии и Дагестане. Нет никакого оправдания тем, кто взрывает жилые дома, торговые центры, убивает беззащитных граждан, стариков, женщин и детей, какие бы цели они не провозглашали. И мусульманская вера, и христианская, они все однозначно говорят, что нельзя убивать человека. У христиан эта заповедь – не убей, а в Коране у мусульман написано о том, что убийство одного человека может приравниваться к убийству всего человечества. Сегодня в Сирии и Ираке приверженцы так называемого «Исламского государства» убивают людей, прикрываясь именем Аллаха. На самом деле, считает Владимир Уфимцев, они не верующие мусульмане, а настоящие террористы. Их нужно разоблачать, чтобы их пропаганда не оказала пагубного влияния на неокрепшие умы, особенно у молодых людей. Некоторые молодые люди из России, даже Курганской области, почему-то клюнули и подались той пропаганде, что это хорошие люди, что они хотят бороться против американского империализма, за справедливость, против бедных. Но на самом деле, зачем бороться за бедность и при этом убивать людей? Члены Совета Ассамблеи народов за Урали поддерживают действия президента, федеральных и региональных властей, направленные против экстремизма и терроризма. Они призывают всех жителей Курганской области сказать всем желающим поссорить народы и религии «Твердое нет». Илья Урванцев, Николай Волков, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру